Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть 4, глава 4 Встречи в Израиле Всего и не скажешь В Израиле я встречался с огромным множеством людей. Были среди них великие мудрецы Раф Йосеф Шолом Ильяшев Раф Яков Исраиль Каневский Стайплер Его сын Раф Хайм Каневский Раф Шлома Залман Оербах Я обращался к ним по вопросам Аллахи Иногда по личным вопросам К Раву Ильяшеву я обращался в основном по вопросам Гитин и Юхасин То есть разводов и происхождения Он крупнейший авторитет в этой области К нему даже из Америки приезжают с такими вопросами Раф Йосеф Шолом ни с кем не сравним По ясности и широте взгляда Этот человек с юных лет непрерывно учился Непрерывность тоже имеет свои уровни У него она была буквальной Рассказывают, как один еврей Долгое время пробыв в Америке Вернулся в Израиль Зашел в Бейт-Мидраж, где когда-то занимался Вспомнил старое и обратился к присутствующим Здесь в углу всегда сидел паренек От книги не отрывался Где он сейчас? А это Рав Ильяшев Отвечали ему Даже на важных семейных праздниках Раф Йосеф Шолом присутствовал только самое необходимое время Правда, несколько лет назад Раф Шлома Залман Оербах Благословенно память праведника Пошутил Раф Ильяшев испортился Когда-то со свадьбы дочери чуть было не ушел Еле удержали А сейчас даже на свадьбы внучек приходит Помню, как поразило меня светлое лицо Стайплера Может, раз в жизни я пережил такое Когда увидел в Америке сатмарского рэбя О силе молитвы Стайплера рассказывают чудеса К нему все шли за благословением И о его благословениях рассказывают много больше, чем обо всех других Прозорливость его меня поражала Помню, как-то возникла необходимость Отправить в Россию посланца На поиски чьего-то исчезнувшего мужа Такие поездки, конечно, финансируются Стайплер, не видя и не зная Человека, которого мы собирались послать Сказал, не стоит, не вернется Так и вышло Долго мы его дожидались Рав всегда был краток Высказывался четко и ничего не смягчая Прямо в лицо Я уже говорил, что мне выпало счастье Видеть и слышать Рава Хайма Шмулевича Я слушал его лекции Хоть раз-другой в году В Роша-Шанай-Йом-Кипур Я старался молиться там же, где он Это давало мне духовный заряд на целый год Да всего не скажешь Равхайм Занвиль Абрамович Рыбницкий Рэбе Благословенно память праведника Приехал в Израиль позже нас В 73-м году Он поселился в Санедрии И мы оказались соседями Такое не увидишь Часто ночи я слышал, как племянница Рэбе был вдов И у него не было детей Упрашивала его Ну, гей эсн Иди поешь Наидишь Мы жили рядом И как-то Рэбе со мной договорился Сейчас я уже могу об этом сказать Учить вместе гмору У него дома всегда было полно людей Так он каждую ночь потихоньку убегал И с двух до трех занимался со мной у меня дома Мы начали и закончили трактат Рошашана И если бы я его не прогонял Рэбе, вам все-таки надо поспать Он бы сидел до утра Но какое там спать? Он шел оплакивать Шхинта Бегалута Изгнание Шхины Справлял плач по Иерусалиму Сколько слез он пролил Он оплакивал Сион каждую ночь Пост Йом-Кипура Он заканчивал поздно Откуда я знаю А по времени, когда он выходил к соседям за огнем Чтобы зажечь свечу На исходе Йом-Кипура Свечу для отделения праздника от будней Зажигают от горящего огня Это был человек Не нашего полета Благословение Рыбницкого Рэбе У моей младшей Малки Появились на руках бородавки Ничего не помогало И доктор Цацкис сказал Придется удалять Но сначала попробуйте получить благословение У Рыбницы Рэбе Поймать Рэбе было трудно И я решил застать его в субботу Вам может быть странно Почему я не мог его поймать Если каждую ночь с ним занимался Но ведь это было время не для разговоров Захожу Рэбе только что закончил утреннюю молитву И сел за стол делать кедуш В доме у Рэбе всегда собирался миньян Он молился дома Я пробовал там молиться Не вышло А вот отец Ильи Люксембурга Это ему, если помните Рыбница Рэбе в России обещал Что они еще потанцуют вместе в Израиле Выдерживал Он приходил к Рэбе на молитву в Роша Шана И Йом Кипур Крепкий был Хасит Захожу я Там находился один молодой человек Мой ученик Парень был помолвлен И готовился к хупе Он тогда еще был слабоват в вере И я начал с того, что попросил Рэбе, тут есть жених Я прошу дать ему благословение Рэбе говорит Даю броху, чтобы он каждый день надевал тфелин Я помялся Это все? Он отвечает Их вейс Вос их зок Я знаю, что говорю Наидыш Он знал, что говорил Этот парень, который и вправду тогда мог надеть тфелин А мог и так обойтись Стал крепко верующим Потом я говорю Рэбе, у моей малки бородавки А-а-а, я ее знаю Говорит Рэбе А лайтише Порядочная Наидыш А малка была, на мой взгляд, озорница Я говорю Вы, наверное, путаете ее с другой дочкой Хавой Нейн, нейн Их вейс Вос их зок Пусть бы я был, как она Я поразился А Рэбе говорит Ладно, ладно Возьми ковришку Я взял кусочек леках Сказал благословение И ушел А наутро у малки исчезли все бородавки Будто никогда не было Вся семья это видела Ничего не понимаю Не понимал я и того Почему Рэбе так высоко отозвался о малке Только годы спустя Увидев дочь в самых разных жизненных ситуациях Я понял, что Рэбе был прав Мне рассказывали, что однажды Еще в России Рэбе вызвали в КГБ И начальник сказал ему У меня сын болен Поможешь? Попробую И больной выздоровел Как я уже говорил Рэбе дважды в день Окунался в Микву В его городе Миквой ему служила речка Зимой, когда река замерзала Рыбница Рэбе шел за танкистами Плакал Говорил что-то Может благословлял Они и не замечали Он был очень далек от политики Рэбе в России Я мало знаю о жизни рыбницы Рэбе в России Только с чужих слов Мне рассказывал об этом Давид Баш Иерусалимский еврей Рассказывали мне, например Что во время войны Когда в городе, где находился Рэбе Готовилась очередная акция По уничтожению евреев Он попросил у немецкого офицера Чтобы евреям разрешили Помолиться перед смертью Тот отказал Некогда Рэбе убеждал Ну все-таки Приговоренному ведь полагается Пока они переговаривались Явился какой-то чин Последовал какой-то новый приказ И на этот раз Акцию отменили Как Рэбе выжил Я не знаю Мы никогда об этом не говорили О жизни там Он мне сказал только одно Тех митцвод Что я делал в России Здесь у меня уже нет Там он проходил Десятки километров пешком Чтобы тайно сделать брит Был он и шохетом И не брал денег Несколько лет Рыбница Рэбе Уехал к своим хасидам в Америку Там и умер Ученики Году в семьдесят третьем Я работал тогда в Кирьят-Нор Я познакомился с двумя русскими евреями Эль-Каной Левиным И Шимшином Валахом Как познакомился? Да на улице Вижу интересные люди Но о еврействе ничего не знают Я ей говорю Хотите узнать о еврействе? Забегайте ко мне Я стал заниматься с ними После работы С пяти часов У нас дома А если задерживался С ними занималась Хава Тогда еще подросток Ученики были что надо Прочли в Хумаше Что Бог велел Аврааму Сделать обрезание Исчезли на две недели И вернулись обрезанные Учили про кашрут Немедленно откошировали Дома посуду У одного из них И родители стали верующими Хотя отец прежде был Ярым коммунистом А стал таким чистым человеком Какого не часто встретишь Парни пошли учиться в Яшиву Один из них Элькан Алевин Женился Но договорился с женой Что Яшиву не бросит И учился по вечерам Однажды я пришел к нему Часов в семь И он попросил Чтобы я проверил Правильно ли он читает броход Шулхан Арух Хумаш Он приятным напевом Читал Хумаш И другие вещи Мы все проверили И я ушел домой Вскоре после моего ухода Он почувствовал себя плохо Потерял речь Спустя несколько недель Он умер в больнице Последние его слова Были слова Торы Араф Валах Преподает теперь В Брасловской Яшиве Шуву Баним Где учится и русский Баалей Чува Несколько лет назад Он пригласил меня На свадьбу сына Яшива Двар Ярушалаем В Яшиве Двар Ярушалаем Были всякие ученики Настолько всякие Что люди удивлялись Как я их там держу Имена, я думаю, тут ни к чему Люди меняются Некоторые из них сегодня Очень серьезные равы Помню, один носил Длиннющие волосы Они страшно торчали Во все стороны Однажды в Яшиву Зашел Раф Ицхак Винер Маргеланер Ребе И как напустится на меня Ицхак Ты что Держишь тут сумасшедших? Скажи ему Что надо остричь волосы Как он будет надевать тфелин? Но я понимал Что пока не стоит Ничего говорить Парень учился в университете И если я начну ему Сейчас выговаривать И я продолжал молчать Так тянулось почти год Пришло время И ученик сам меня спросил Как насчет тфелин? Тогда я ему сказал Что надо постричься Из рассказа Рава Хайма Коэна Я познакомился с Равом Зильбером На исходе Песоха 80-го года Это было время начала Моего пути к Чуве Когда после долгих размышлений Я решил изменить свою жизнь И единственно правильным для себя Видел учебу в Ешиве Я взял чемоданчик Сложил вещи Из Тель-Авива приехал в Иерусалим Спросил, где находится Ешива Ор-Самех Единственная тогда известная мне Ешива Для Баалей Чува Пришел туда Мне деликатно отказали Послали в другое место Там тоже отказали Руководители Ешив для Баалей Чува Надо думать Видывали парней живописной наружности Но мой тогдашний вид Вероятно вообще не позволял Ждать от меня ничего хорошего В Третьей Ешиве объяснили Что она только для американцев Какой-то парень, услышав, что я из России Сказал В Ешиве двор Ярушалаем Есть русский раввин Рав Зильбер Попробую обратиться к нему Я нашел Рава Зильбера И, конечно, моментально ему влекся Рав Ицхак устроил меня в эту Ешиву И с тех пор он для меня как отец В Ешиве был ученик Который несколько раз говорил мне Если бы не вы Я был бы последним из жуликов Деньги я очень люблю Сейчас уже можно рассказать Что я с ним делал Я же был только преподаватель Парень сказал Рав Ицхак Я сирота Учусь потому, что хочу быть евреем Но мне нужна какая-нибудь специальность И пошел на бухгалтерские курсы Каждый раз, когда он уходил Рожь Ешива спрашивал Где он? Почему его не видно? Я говорил, что это по моему заданию Это я его послал И так по моему заданию Он окончил курсы Но работы не нашел Тогда он решил стать водителем Пошел на курсы вождения Окончил Но и это дело не пошло И опять я все это прикрывал Так продолжалось года три Но я считал Главное, чтобы он не оторвался От Ешивы Потом он начал учиться Строительному делу И это оказалось удачно Сейчас он большой Ерешамаем И работает строительным подрядчиком Честнейший человек Всегда дает Цдаку Служа в армии Он предложил командиру Давайте мне любую работу Все сделаю Но в субботу Я должен быть дома Каждый день после работы Он учится в Ешиве До четырех работает А потом отключает все телефоны И садится за книгу А если бы я тогда потребовал все Что бы получилось Когда-то у меня учились Михаил Хен и Яков Островский Нынешние руководители Иерусалимской Ешивы Для выходцев из России Шавей Гола Что значит Вернувшиеся из изгнания Я уж не говорю Руководить Ешиву содержать трудно Трудно добывать на нее деньги Они мучились Влезали в долги Работали без зарплаты Сумасшедшие Святые люди Из рассказа Рава Якова Островского По приезде в Израиль Я иногда заходил В организацию ВИЦО Где помогали новоприбывшим Давали какие-то вещи ВИЦО Это всемирная Женская сионистская организация Там работала Шаруна Куперман Благословенная ее память И она все время Убеждала меня Пойти в Ешиву Двар Ярушалаем Где есть один математик Равыцхак Зильбер Интересный человек Но я делал все Чтобы избежать Этой встречи Летом 78-го года Я гулял с собакой И проходя мимо Зашел к Шаруне И она устроила так Что пришел Молодой парень Миша Будиловский Который учился В Ешиве Двар Ярушалаем И сказала Он учится у Равы Зильбера И возьмет тебя С собой в Ешиву Мне было неудобно Отказаться Но я был в шортах Да еще с большой собакой Миша сказал Переоденься Оставь собаку И пойдем Мне ничего не оставалось Как согласиться Я никогда не был в Ешиве И впечатление Оказалось просто оглушающим Словно попал В сумасшедший дом Кого там только не было Не закончившие школу И люди с высшим образованием Писатели Физики Математики Дрессировщик Тигров Из Германии Виолончелист Борух Гросс Ученик Ростроповича Ныне концертмейстер В симфоническом оркестре В Тель-Авиве Который в перерывах Все время упражнялся На виолончели И среди них Пожилой человек С растрепанной бородой Размахивал руками И рассказывал Какие-то истории Я сказал себе В первый и в последний раз Прихожу в это место Но у Рава Ицхака Есть удивительное свойство Его поведение Никак не вязалось С его высоким интеллектом И странным образом Притягивало Как магнит Хотелось понять В чем тут дело Я стал ходить в Яшиву Мне дали кипу Выходя из Яшивы Я ее снимал Уроки оказались Очень интересными Я их записывал Но никогда не чувствовал Никакого давления Со стороны преподавателя Скорее я его чувствовал Со стороны учащихся Ты должен учиться Ты должен то Ты должен все У меня была к тому времени Квартира и работа Я не жил в Яшиве А только приходил на занятия Прошло время И вот я услышал Что в книгах написано Тот, кто растит свинью Или собаку Проклят Я был ошеломлен Я буду проклят За то, что у меня собака Потом я узнал Что хотя собака И является носителем тумы Духовной нечистоты В ее названии На иврите Келеф Усматривается намек На ее сердечную Привязанность к человеку Келеф Как сердце Каждый, кто держал собаку Поймет Я пришел к Раву Зильберу Как же так Вон что говорится А у меня собака Рав мне ответил Это не про твою собаку Тут имеется в виду другое А твоя собака Потомок собак Которые не лаяли Когда евреи выходили из Египта Поэтому Тора разрешает Кормить их И у тебя митцва Кормить и содержать ее А я на свою собаку Зарплату тратил Породистый Голландский док С теленкой величиной Животное капризное Она любила Дорогой сыр Колбасу Другой на месте Рава Зильбера Сказал бы Что надо немедленно Расстаться с собакой Мудрецы, мол Знают, что говорят Но Рав Зильбер Понимает человека Знает, что он Привязывается к животным Если бы он сказал Что собаку надо выгнать Я, возможно Оставил бы и Шиву Через некоторое время Я собрался жениться Я отвез собаку Охраннику полей У которого были Другие собаки В преподавании Рава Ицхака Как бы отсутствует Система Но это-то и является Глубоко продуманной И испытанной системой Не оказывая Никакого давления На учеников Привлечь к себе И приобщить к Торе Здесь его секрет Другой секрет Это когда приходишь Рассказать о неприятностях Другой секрет Это когда приходишь Рассказать о неприятностях А Рав забивает тебе голову Всякими рассказами И ты забываешь Зачем пришел Не все решается Но всегда уходишь С чувством облегчения И проблема уже не кажется Такой большой Из рассказа Рава и Галя Полищука С каким бы вопросом Ты не пришел К Раву Ицхаку Разговор с ним Всегда оставляет Ощущение Что проблема Не так страшна Как-то я был У Равы Ицхака С одним из сыновей И попросил Для мальчика Благословения На изучение Торы Рав Ицхак Благословил его И говорит Я дам еще одно Чтобы он был Оэф Хэсет Любящий дела Милосердия Субботние уроки Пока не случился инфаркт Я кроме урока по Медрашу О котором уже говорил В течение 11 лет По субботам Давал урок Торы Так что никогда Днем в субботу Не бывал дома Есть ученики Которые стали религиозными Только из-за этих занятий Из рассказа Рава и Галя Полищука Равыцхак дал мне Тот основной толчок Который привел Меня к еврейству В принципе Я много интересовался Иудаизмом И умом понимал Что эта вещь истинная Но до исполнения Было далеко Однажды товарищ Сказал Что по субботам В Санедри Рав Зильбер Дает урок По недельной главе Торы Я стал посещать Эти уроки И они произвели Во мне переворот Почему? Равыцхак никого Ни в чем не убеждал Не уговаривал Он просто На большой скорости Читал недельную главу На еврите И переводил на русский И все Но что бы он Не делал И не говорил Было ясно одно Тора Это истина И я наконец Сдвинулся с места Мы оцениваем других В соответствии Со своим собственным уровнем Я был свидетелем Следующей ситуации Как-то на свадьбе Я сидел рядом С одним коренным Израильтянином Мы беседовали В это время В зал незаметно Проскользнул Рав Зильбер В своих видавших Виды Пиджачке И шляпе Как ты думаешь Спросил я У собеседника Кто этот человек Наверное Сборчик трумы Пожертвований Не задумываясь Ответил тот Несколько дней спустя Я говорил с другим Израильтянином Который тоже Ничего не знал О Раве Зильбере Просто встретился С ним в городе И поговорил немного Он спросил меня Этот Рав Зильбер Что это за человек Такой Шхина с ним Постоянно находится Вот так Два человека Увидели в Раве Ицхаке Совершенно разных людей Цветной телевизор Один молодой человек Который ходил Ко мне на уроке Чувствовал Что он еще Амаарец Знает очень мало Он решил бросить работу И полностью Сосредоточиться На учебе Пришел к жене И говорит Я заработал Немного денег И кроме того У нас есть Цветной телевизор Давай продадим его И купим Черно-белый Вырученных денег Нам хватит На несколько месяцев А я оставлю работу И пойду поучусь Она чуть не заплакала У них маленький ребенок Нужен заработок Но он все же пошел учиться Кончилось тем Что его жена Теперь одна из больших Праведниц Израиля У нее девять детей И она делает большие дела И он Очень серьезный Талмит Хахам Но с тех пор Прошло много лет Миква На Енисее В самом начале Моей работы В Ешиве Среди учеников Появился паренек Который показался Мне лучше других Ему мало было Учиться в Ешиве Он еще по вечерам Искал дополнительные занятия Как-то из Тель-Авива Приехал его отец И привез с собой Знакомого Которому нужно было Сделать обрезание Делали у меня И оба Остались ночевать Я разговорился с отцом Друг к другу Сделать было некому Но отец не мог успокоиться Он искал И искал Моэля И нашел Нашел среди заключенных Одного человека Который когда-то Был Моэлем Конечно у того Руки там огрубели После обрезания Началось кровотечение Пришлось искать врача Но обошлось Ребенок выжил Услышав это Я понял Что дало этому пареньку Такую силу Сейчас родители Живут в Бнэйбраке Их сын В Иерусалиме Процветает Он учит Тору И успешно зарабатывает Проектирует дома У него восемь детей Я недавно Был на Бармицве У его сына Из рассказа Аврома Коэна Это были тревожные дни На молитву У стены плача Собрались сотни людей Рав Ицхак Лежал в реанимации Неужели мы останемся Без него? Был поздний зимний вечер На промозглом ветру Молились все Кому успели сообщить Рав в критическом состоянии У стены Ты и Лим За его спасение Помню свою молитву Я спрашивал себя Что мы можем изменить? Думал о Раве О его предназначении В этом мире Неужели я буду Одним из последних Его учеников? Если Ашем решил Что можно изменить? И вдруг пришла мысль Что на самом деле У Рава есть еще Задача на земле Да, он воспитал Сотни учеников Баалейт Шува На русской улице Да, десятки из них Равины Преподаватели Торы Руководители Ешив Но такой Ешивы Такого места Торы О котором я мечтал Даже в Иерусалиме Не было А у кого Достаточно Авторитета Веса Силы И скажем так Бесшабашности Чтобы создать Такое место Кроме как у Равы Ицхака Ни у кого Мы встретились В Москве В Ешиве Турад Хаим Мне было за 30 Я был холост Уезжать из Москвы Не собирался Отвезя Рава Ицхака В аэропорт Я попросил У него Браху На женитьбу Рав сказал Поезжай в Иерусалим Там много Хороших девушек В течение года Ты женишься В следующий приезд Равы Ицхака Мы улетели Одним самолетом В течение года Я женился Ни в одну Русскую Ешиву Меня не приняли Потом В единственном месте Куда взяли Все-таки Только по звонку Равы Ицхака Сначала дали А потом отобрали Хавруту Напарника Учителя Упрашивал Не дают А я так устроен Один на один Мне интересно учиться А на уроке Не интересно В Ешиве занятия Делятся на уроки И самостоятельную работу А самостоятельные работы Занимаются в паре Мыкался я Мыкался И начал понимать Самое драгоценное Для взрослого человека Не владеющего Ивритом Найти знающего Напарника Говорящего по-русски И вот здесь У стены плача Становится ясно Надо открывать Такой вечерний колель Где после работы После занятий В университете Каждый Говорящий по-русски Мог бы сесть в паре Со знающим человеком Учить Тору Где бы каждый Желающий Получил Хавруту Я поговорил С рабом Бенцуном Зильбером Он согласился Возглавить колель Давать уроки Разработать учебную Программу И прочее Поговорил с Иудой Лейбом Аврехом Он согласился Тянуть Административную И финансовую Лямки Через несколько дней Спросили у Рава Ицхака Ему стало лучше Но он еще лежал В свойственной ему манере Рав начал отговаривать Зачем это? А если не получится? А деньги откуда? Ведь есть уже Другие ешивы А потом От всей души Лихо Делайте! Это же очень хорошо! Я давно мечтал Каждый, кто учится Серьезно учится Будет учить других Бог поможет Так родилась идея Организации Талдот-Яшурун Вначале пришли Пять пар А уже через Несколько месяцев В колеле стало В десять раз Больше людей Через год Открылись еще Несколько таких колелей Где у каждого Ученика Есть учитель Хаврута Детище Рава Ицхака Росло как на дрожжах Через два года Такие колели Открылись Можно сказать По всей стране Параллельно С учебой Мужчины Организовали И учебу Для женщин В разных городах Для них Открылась Сеть уроков Руководит Ею Дочь Рава Ицхака Хава Куперман Равыцхак Иногда мне Рассказывает Что когда он Тридцать лет назад Приехал в Израиль В Иерусалиме Не было ни одного Русскоязычного Еврея Который учил бы Тору Поэтому он решил Для себя так Заниматься с людьми Приближать их К традиции Естественно Для собственной Учебы Времени у него Оставалось немного Сейчас наша Организация Объединяет Более 250 Преподавателей Торы В основном Молодых Причем Большинство Ее филиалов Финансово И организационно Независимы Все это Было бы Совершенно Неосуществимо Без имени Авторитета И конкретной Помощи Рава Ицхака И Так мне кажется Без брахи Которая лежит На делах Рава Каждый раз Когда мы затеваем Открытие Нового места Учебы Все повторяется Сначала Зачем? А деньги? А без этого Нельзя? А завершается Словами Бог Поможет Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова